В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте! Правительство Севастополя будет судиться за земли в Артбухте. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС сообщил начальник профильного управления Роман Шапошников. Речь пока идет о комплексе строений, примыкающих к голубым высоткам на набережной. По его словам, вчера в суд подано исковое заявление о признании сооружений самовольно возведенными и подлежащими сносу. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил юридической службе правительства сопровождать процесс. Документы проверили, вышли в суд о сносе. Это набережная адмирала Перелешина, один комплекс строений, примыкающий к остекленному голубому нашему зданию на мысе, который стоит. Сопровождайте исковое заявление и вот по всем исковым заявлениям, которые у нас находятся в судах, вот как вы мне вчера доложили по некоторым вопросам, вот так вот все объединяйте у себя как правовое управление и мы их должны сопровождать. Законодательное собрание затягивает принятие поправок в бюджет этого года. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства. Напомним, на прошлой неделе депутатскому корпусу предложено распределить почти 2 миллиарда рублей. Поправки касались финансирования госпрограмм социальной сферы, капитального ремонта многоквартирных домов, увеличение сумм на развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. В правительстве документ одобрен 18 февраля, однако в повестку дня пленарного заседания законодательного собрания, намеченного на 1 марта, этот вопрос не попал. Вместо этого юрслужба местного парламента вернула документ обратно. Без принятия поправок в бюджет многие социальные проекты останутся замороженными, считают в правительстве. В центре внимания. Очередной рейд по проблемным точкам северной стороны провели представители правительства Севастополя. Проверяли в основном на чистоту. Под пристальное внимание попали площадь Захарова, улицы Приморская, Серафимовича, Чехова и пляж Учкуевка. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Первая точка на северной стороне – площадь Захарова. Местные жители давно мечтают, чтобы отсюда убрали хаотичную парковку и вообще навели порядок. Вопросом развития территории после губернаторского рейда озадачились коммунальщики. Дорожники предполагают организовать вдоль площади Захарова круговое движение, а для автобусов – специальную стоянку. Этот вариант протестируют уже в марте. Следующая точка рейда – улица Приморская, но не доехав до туда, чиновники заметили свалку. Вынужденная остановка и критика замгубернатора пришлась на руководство местной управляющей компании. Несмотря на то, что местным коммунальщикам заранее был известен маршрут рейда, что называется, дали фору изменений, проверяющие не увидели. Мусор вдоль дорог и во дворах как был, так и есть. Начальник ГУПа Севера Андрей Воробьев сознается, недорабатывает, но обещает исправиться. И тут уж ему отвечать приходится не только перед начальством, но и отчитываться перед жителями, которых возмущает состояние дворов. Мусор как был, так и был. Вечно раскидывают, убирают периодически. Вот, построили крышу, начали перед вашим приездом только убирать. До этого месяц всё лежало, никому не надо было. Рейд завершается на пляже Учкуевка. Замгубернатора отметил, территория здесь в удовлетворительном состоянии. Прибрежная полоса чистая, напутствует. К курортному сезону пляж должен быть в идеальном состоянии, а дорога залатана. Люди справедливо высказывают своё неудовольствие. Они должны жить в комфортной среде, в чистоте. Но то, что сегодня происходит, меня это никак не устроит, тем более губернатора. Поэтому сообща, комплексно будем наводить порядок. Сроки я установил, кто-то будет наказан за то, что в таком состоянии сегодня находится территория. Мне очень жаль, что в народе бытует мнение, что северная сторона – это богом забытый уголок. Так не должно быть. И живут такие же нормальные, полноценные, полноправные жители города Севастополя. Главный коммунальщик намерен контролировать ремонт дорог, тротуаров, благоустройства и в целом наведение порядка на северной стороне. Сергей Краснослободцев, Анна Малышко, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. Завтра, 26 февраля, с 10 до 16 часов от подачи электроэнергии будут отключены дома по улицам Древняя и Ярошенко, сообщает прислужба правительства Севастополя со ссылкой на 102 предприятие электрических сетей. Света не будет в связи с проведением плановых работ на трансформаторной подстанции ТП-131. Круглосуточные телефоны оперативной службы для обращения граждан 54-46-66, 54-19-81. С новой постановкой в наш город приехал актер и режиссер из Санкт-Петербурга, руководитель литературного театра Олег Попов. В прошлом году он презентовал севастопольским зрителям моноспектакль Сергей Есенин «Мой путь». В 2016-м уже новая работа «Вечность и заложник. У времени в плену». Постановка рассчитана на полтора часа, посвящена творчеству поэта 20 века Борису Пастернаку. Сопровождает спектакль музыка известных композиторов Шопена и Брамса. Новую работу уже увидели в Санкт-Петербурге. Премьерный показ в Севастополе запланирован на 26 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств. Начало в 18.30. Есть стихи, вот точнее, не сказать, настолько подобраны ритмически, графически, визуально, настолько точно подобраны слова, что в меня они попадают. В меня они попадают, поэтому мне Пастернак близок не только как поэт, автор, но еще вот как такой музыкант-философ. Это были новости на информационном канале Севастополя. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова